С праздником вас, дорогие братья и сестры! Причастникам, поздравляю с причастием, с приобщением тела крови Христова. В сегодняшнем Евангелии от Иоанна Господь нам говорил о удивительном моменте, когда 38 лет человек, лежащий на болезни Адре, расслабленный, но по-нашему парализованный, в приличе находящийся 38 лет. Но, как нам говорит Евангелие, он находился в овчей купели. Значит, пять врат в Иерусалиме и один из врат, висезда, так называемый. Через эти врата приводили скотину, иногда напаивали там, а кто был в Иерусалиме, там вот этот овечьий купель, где скотину напаивали, ну и люди там находились. И вот каким-то неведомым для человека образом Ангел Господень раз в день входил в эту купель, и когда он входил, то вот поверхность воды, она возмущалась. И когда увидели, что возмущение воды, и кто первый входил из больных в эту купель, тут получалось челение. И когда Господь пришел к этому источнику, увидел расслабленного 38 лет лежащего, и спросил, хочешь ли ты исцелиться? Хочу. Ну, у меня не получается. Потому что прежде чем я стараюсь войти в эту воду, мне никто не помогает, но меня все время кто-то опережает. То есть я никак этого не могу сделать. Но вот и Господь увидел в его сердце великое, конечно, желание исцелиться. Мало того, он уверовал не только желание, но и веру. То, что он может исцелиться. И то, что вопрошающего говорит, хочешь ли исцелиться? Он сказал, да, конечно. Конечно, хочу. То есть кто не хочет исцелиться от своей болезни? Конечно, хочет. Вот эта вера, в которой в его сердце пребывала, она через его устану и услышана была Господом. Но Господь, в других Евангелиях мы то же самое видим, но только там еще от другой он слышит, от учеников, как к учителю. Почему этот страдает этот человек? По грехам или своим ли? По грехам или своих родителей? И тогда Господь ему говорит, не по грехам своим, по грехам родителям, а чтобы на нем утвердилось Слава Божия. Вот как раз на этом человеке, который 38 лет лежал вот в этом расслабленном состоянии, ну, может, в какой-то частичной парализации, скажем, если он еще мог двигаться, если он пытался еще в эту руку петь, значит, он частичная парализация, но 38 лет, он все-таки в болезни находился. Он не мог в нее найти. Но вот именно чтобы на нем утвердилось Слава Божия, тогда Господь ему сказал, «Встань в свой одр и иди домой». И вдруг он почувствовал, что его тело наполнилось силой, что он вдруг встает, берет свой одр и идет. То есть вот эти 38 лет. Вот эти... Вот если кто будет далее читать, вот придите, это место найдите и прочитайте. Кто будет далее читать, вот те книги... Тут в этой главе так же было сказано, потому что это произошло в день субботний. А евреи очень хранили день субботний. В день субботний не разрешалось делать ничего абсолютно. Даже у них было такое выражение расстояние субботнего дня. То есть еврей мог сделать в субботу не более двух тысяч шагов. Не более. Но он не имел права ни что делать. Никакого рабочего действия. Я всегда напоминаю этот момент, что даже сейчас в Хасидских, то есть в Иерусалиме есть Хасидские, то есть категорично ортодоксальные евреи, которые вообще не совершают, даже кнопку лифта он не может нажать, у них лифт работает на голос. Он ходит на 14 этаж, пожалуйста. И поднимается на 14 этаж. Он даже кнопку лифта не наживает, потому что это тоже совершается как бы работа. То есть вот именно за этим, к сожалению, верующие люди, любящие Бога, они не увидели Бога. Понимаете? Вот это страшная печаль. Это когда на их глазах 38 лет человек пролежал в парализации, вдруг встает, берет свой отдых и идет, и они не удивляются тому, что вдруг такое чудо произошло на них в глазах. Почему ты это делаешь в субботу? Они его спрашивают. Представляете, где-то у человека, которые... Они его очень хорошо знали. Если читать это дальше главу, то там очень еще и интереснее. Они стали им представить, кто этот человек. Они не стали... Они не уверовали в Бога, не увидели в этом промысел Божий, не увидели пришедшего Бога сюда. Потому что подобный человек творитель не может, если не будет Бога. Значит, они должны увидеть, что это именно послание Божьего. Сын Божий, а может сам Господь. Оно так, в общем-то, и было. Оно так и есть. Но люди, к сожалению, этого не увидели. Вот это вот... Понимаете? Вот это получение, исцеление этого человека, это прежде всего исцеление от паралича физического, от паралича сердца прежде всего, от паралича духовного. То есть вот этот паралич сердца его, он ушел от него. То, что физика, она освободилась, это понятно. Но мало того, он прозрел духовно прежде всего. И он увидел Бога. Тогда он увидел Бога, по вере своей, Господь ему и открылся. По нашей вере, Господь нам всегда открывается. Мы печалимся порой совершенно второстепенно. Этот мир тварный. У него есть начало и конец. Каждый из нас туда приходит в свое время. В свое время мы ходим туда. Наши дети, мы сами, наши бабушки, прабабушки точно так же проходили этот путь. И мы этот путь пройдем с вами, но в свое время. Это нормально, это естественно. Об этом печалиться не надо. Нам надо печалиться о том, какими дети, надо же туда придут, если вдруг они пришлют, говорят, к нас. Может быть, ему что-то не дали. Может быть, что-то ему не научил. И тогда мы с вами будем виновниками того, что им это будет не очень хорошо. Вот о чем нам надо печалиться. Печалиться о том, что наши дети уходят туда, значит, нам самим тоже надо утверждаться в вере. Нам не унивать, не отчаиваться, не рыдать, не плакать, потому что ни им, ни себе этим не поможет. А в данном случае мы должны утверждаться в вере. Тогда нам мы должны вот это вот параличество сердца, надо его удалять верой в Бога, в любовь Его, прежде всего, в нас. И тогда мы, проникающей Его любовью, мы тогда выцерковляемся, утвердаемся в вере. Тогда, видя наше вот это вот оздоровление от этого паралича, и там нашим родным и близким, я вас уверяю, будет очень хорошо. Даже будет намного легче от того, что мы уже будем творить молитву таковыми, что Господь сказал, да, я вижу, твои помолились, они пришли, исповедовались, попросили, прощились за свои грехи, причастились, вот после этого уже просят за тебя. Принимай их молитву, и только вот по их молитвам я тебя прощаю. Вот о чем нам надо думать, понимаете? По нашим молитвам порой, там не то, что порой, по нашим молитвам там очень многое прощается нашим родным и близким, если мы живем здесь именно в любви и вере Божьей. Для того, чтобы именно каждое наше чтение и каждая наша литургия, каждое наше исповед, причастие, нам было, прежде всего, в наше оздоровление, через наше оздоровление, это была бы помощь нашим родным и близким здесь, ныне живущим, здравствующим и предстоящим при престоле Божьем. Привас, Господь. Спасибо. Слава тебе, Боже нашу! Слава тебе, Боже нашу! Слава тебе, Боже нашу! Слава тебе, Боже нашу! Слава тебе, Боже нашу!' То есть сейчас и здесь мы Субтитры сделал DimaTorzok